Приветствую вас. Вопрос выдаётся Станиславом. Вопрос следующий. Кто должен оплачивать совместный отпуск в паре? Мужчина или женщина? Знаком с девушкой уже 9 месяцев, пока не живем вместе-вместе, более того, она много и тяжело работает, видимся редко. По крайней мере, в будни не удаётся вообще встретиться, и вот наше целое лето наступил мой преподавательский отпуск, 56 дней. Моя девушка, наоборот, уже почти 3 года не даёт отпуск работодателю. И вот, недавно моя девушка всё-таки дала 9 дней отпуска, которые мы хотели бы провести на море. К сожалению, это будет в самом конце моего преподавательского отпуска, в конце августа. Она хочет на море, на котором мне была 10 лет. Это целый вопрос ребром. Она ожидает, что победила море её я исключительно на свои деньги. Ей хочется комфорта, поэтому она хочет только в 5-звёздочный отель. В итоге мне придётся выложить довольно крупную сумму. Финансы в ноль не уйдут, но в остальные часы пуска мне придётся затянуть пояса потуже, а то если есть на миль, чтобы дотянуть до следующей зарплаты, которая будет только в октябре. На моё предложение разделить сумму поездки 50 на 50, девушка ответила отказом. С её слов, её финансов не хватит на это, и она ожидает, что мужчина проявит свою исключенность и великодушно повезёт её на курорт. Вот и получается, что оставшиеся 39 дней отпуска до совместной поездки, я должен жить, долго затянув пояса. И после этой поездки весь сентябрь, тоже долго затянув пояса. Возникает моральная дилемма, что же делать, она так давно не была на море, так хочется до всех драться с любимой девушкой. Вместе с тем, её не готовно снести хотя бы малую финансовую лепту, напрягают. Обидно, что из-за этого остался в час отпуска, я буду вынужден из-за всех сил растягивать накопленные средства. Ещё скажу честно, мне 8 дней на море мало. Была мечта до поездки с девушкой в одиночку съездить на дешёвый отечественный морской курорт, на 70 дней понятиться в море на пляже, но, видимо, этому не создено сбытство. Уважаемые психологи, что посоветовать в данной ситуации, наконец, кто же должен оплачивать поездку на море? Мужчина, исключительно мужчина или же 50 на 50. Занислав, у вас противоречия в заглавном вопросе и в вопросе в конце, потому что мужчина или женщина у вас в заглавном, и мужчина или 50 на 50 в конце. Вы как-то определитесь уже между чем и чем выбиранта. Это первое. Второе. Психологи не советуют. Вот. Если стоматолога попросить, не знаю, починить микросхему, вот тоже самое. Психологи не дают совета, Станислав. Мы можем помочь вам разобраться в себе, что я попробую сделать, но мы не даем советов, потому что когда мы даем советы, мы заменяем вашу ответственность своей ответственность, и вы уже не сами принимаете решения, а опираетесь на нас. Или отталкиваетесь от мауси, если вам не совет не понравился, поэтому, как бы это очень-очень важный момент. следующее, в общем и целом, как мне кажется, несколько, точнее два основных моментов, две основные проблемы. Может быть и три, конечно, первое, это то, что вы давно не проводили время с девушкой, вместе, и из-за того, что, как бы, ну, у вас получается мало времени на себя, а вы по ней соскучились, и вы хотите достать радость ей. То есть здесь есть трудность в том, что ваши образы жизни не совпадают, да, а на работу много и тяжело, видимся редко. Я, кстати, помню, какое-то время на подобный вопрос отвечал, это не вы священно были, Станислав. Так вот, здесь еще трудность есть. У вас не совпадают образы жизни, и вы, как бы, ничего с этим не делаете. То есть 9 месяцев, это не конфетно-букетный, букетный период уже. А у вас, из-за того, что вы редко видитесь, вполне может появиться, так сказать, налет этого самого конфетного периода. О чем отчасти, как мне кажется, и девушка говорит, что мужчина должен проявить свою сущность. Вот. Это первое. Да? Вот этот момент нужно урегулировать. У меня нет ощущения, что у вас есть контакт, как у пары, которая месяца 9 месяцев. У меня нет ощущения, что вы что-то делаете сообща. Почему девушка так говорит? Потому что она воспринимает вас, как мужчину, не своего партнера, не своего спутника в жизни. Именно из-за того, что вы видите средка. Скорее всего. Дальше. Сейчас вы обнаруживаете, что у девушки и у вас разные ценности. Девушки считают, что мужчина должен обеспечивать и оплачивать поездку на курорт. Вы считаете, что 50 на 50. 50 на 50. Это разница в ценностях. То есть, условно говоря, вам. Условно говоря. Вам. Здесь. Хочется. Вот именно, что хочется. Внести вклад в то, чтобы доставить своей девочке радость. Ровно 50% от суммы. Которую стоит вот эта история. Этот курорт. И это нормально. Другое дело, как вы реагируете на то, что не доставите девочке радость. Потому что вот эта фраза про существ мужчины выглядит манипулятивной. Но может выглядеть и как ее ценность, с которой вам придется сталкиваться и обсуждать эти ценности друг друга. Для этого нужно научиться конструктивной коммуникацией. Понимаете, да? Дальше. Вы говорите. Девочка не была на море 10 лет. Это, конечно, много. Но, извините, разве это не ее ответственность, что она не была на море 10 лет? Почему вы берете на себя ответственность за нее в этом? Она не была на море 10 лет по той причине, что выбирала, наверное, что-то другое, а не море. Вот и все. И ей, мне кажется, нужно нести за эту ответственность. За то, что она выбирала 10 лет с ней быть на море. Понимаете, да? Нет, она может требовать от вас, вне всякого сомнения, чтобы вы ее оплатили. Она может требоваться. Но момент здесь в том, что она может требовать вообще чего угодно. От этого, знаете ли, мало что меняется. Она может требовать что угодно. Вот. То есть здесь тонкость заключается именно в том, что выберет соответственно за свою девушку. Ведь если бы она не была на море 10 лет, если бы она была на море точнее несколько раз за эти 10 лет, не была на море там не 10 лет, а 5 или 3 года. Как мне кажется, вам не так было бы уже важно, собственно говоря, эту радость ей поставить. И вот это очень важно заметить, что вы берете ответственность за девушку здесь. Вы компенсируете ей, пытаетесь компенсировать ей ее собственный выбор. И в этом, на мой взгляд, ваша основная ошибка. Да, хотеть поставить человеку радость, это прекрасно. Но не брать за него ответственность. Необходимы личные границы. Да. Следующий момент. Что будет, если вы скажете ей, что готовы вложиться в отпуск только 50% от суммы? Что она скажет? Что не поедет с вами в отпуск? Что она скажет? Что она вас бросает? Что будет-то? Какой уровень доверия в ваших отношениях, что вы не можете отказаться делать то, что она от вас ожидает? А она может отказаться делать то, чего вы от нее ожидаете? Понимаете, какая штука? То есть, вы здесь по факту игнорируете свою природу, а именно неприемлемость для вас суммы денег, необходимые для того, чтобы доставить радость любимому человеку. Да, мы здесь сталкиваемся, может быть, с довольно мигантильной историей, когда доставление радости человеку имеет реальную цену. Но простите. Это жизнь. Да? А вот 50, например, процентов, или может быть даже 60 процентов, вы готовы как бы вложить? Ну так вот, и как бы можно, собственно, об этом и сказать. И вообще, почему только 50 на 50? Можно же ведь 60 на 40, 70 на 30, 80 на 20. Почему? Но обратите внимание, что девушка принципиально, наверное, чтобы вы их оплатили отпуск ей полностью. Вот. Интересно, почему? Так. То есть, у вас отношения не партнерские, не равноправные. Тот вопрос, который вы задаете, он исходит из того, какие отношения вы выстраиваете. Вот. То есть, какие, ну вот, грубо говоря, какие отношения вы выстраиваете со своей девочкой. Понимаете? Вот. А это определяется совпадением ценностей. Ну и последнее, о чем хочется сказать. Про то, что вы мечтали съездить в одиночку в отпуск в дешевый отечественный курорт. Ну и почему об этом не поговорить, не сказать чего вы хотите, не найти компромисс. Мне кажется, вы боитесь, что девушка покажет вам свое, может быть, безразличие или свое нежелание идти вам навстречу. Вот, что, честно говоря, мне показалось. Я крайне рад был бы ошибаться, но на мой взгляд, выглядит это именно так. Такой ответ. Надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok